Здравствуйте! Это новости. В студии работает Султанат Тугельбаева. Сурдоперевод обеспечивает Хасан Исраилов. 13-е заседание форума Шанхайской организации сотрудничества проходит сегодня в Астане. За его работой следит Камила Тастанбекова. Она сейчас выходит на прямую связь со студией. Камила, добрый день. Ждем от вас подробности. Добрый день, Султанат. Астанинский форум ШОС – это ключевая дискуссионная площадка, на которой будут выработаны предложения для саммита глав государств ШОС, который в июне состоится в Китае. Представителям СМИ доступны лишь две сессии из пяти проходящих. Мы должны понимать, что ШОС сегодня представляет собой крупный геополитический фактор, который учитывается и за которым очень внимательно наблюдают из-за рубежа. Поэтому, конечно, форум ШОС с точки зрения обсуждения вот этих всех процессов крайне необходим для того, чтобы просто нам, как странам-участникам, понимать, каковы процессы и какое понимание с точки зрения наших партнеров. Для всех стран сейчас самый главный приоритет – это экономическое развитие в условиях падения цен на сырье, в условиях антироссийских санкций, в условиях торговой войны между США и Китаем. То есть вот эти вызовы, они являются ключевыми для всех стран региона, так как благополучие этих стран в целом региона зависит от того, как эти вызовы будут преодолены. Итоги 13-го заседания форума ШОС будут подведены завтра. Спасибо большое. На прямой связи со студией была Камила Тастанбекова. Проведение стратегической сессии, посвященной Казахстану в рамках Астанинского экономического форума и расширения его повестки дадут стране возможность выработать предложения по дальнейшему формированию национальной стратегии развития. Об этом заявил министр национальной экономики Тимур Сулейменов. Если раньше рекомендации форума были в основном применительны к экономической политике, финансовой политике, то теперь мы очень сильно надеемся и уверены, что наши гости смогут нам сформулировать политику и в области развития человеческого капитала, и в области развития технологий в более широком понимании, и в области развития ресурсной составляющей. Это его отличительная черта. И к другим темам. В Шемкенте приступили к модернизации так называемого «старого города». На его месте возведут жилой комплекс из 61-го многоэтажного дома. А на берегах рек Кошхарата и Карасу откроют зоны отдыха. Сейчас там проводят берегоукрепительные работы. Власти города ведут переговоры с владельцами частных строений, которые подпадают под снос. «Подпадает 96 объектов. Из них 21 жилое строение. Это домостроение конкретно. 33 гаража. Времянки, хозпостройки их 30. По 28 участкам, которые чисто голые участки, уже по ним из них 20 человек уже просто сами они передали безвозмездно государству. По 8 у нас идет уже компенсация». Почти 170 семей из Мангастау переедут в северные регионы страны. Большинство из них выбрали Кустанайскую область. Работодатели оттуда организовали ярмарки во всех районах Мангастау и предложили желающим более 2000 вакансий. Госпрограмму по переселению трудовых ресурсов предусматривает обеспечение переселенцев постоянными рабочими местами, жильем, а также подъемными. Для тех, кто планирует создать свое хозяйство, также предусмотрены льготы. «У нас в семье трое человек. Мы уже решили переехать в Затобольский район. И мы хотим этим воспользоваться. И просим наших жителей не пропустить этот момент и воспользоваться этой программой, которая дает большие льготы для нас, для простых людей». В Южно-Казахстанской области количество укушенных клещами людей увеличилось почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Медицинские учреждения уже обратились свыше 1300 человек. Инфицирования конго-крымской геморрагической лихорадкой зарегистрировано не было. В Шымкенте выявляют больше случаев, чем в районах, потому что горожане выезжают в районы отдыхать на природу. А укусы клещей или самих насекомых они обнаруживают уже дома и сразу же обращаются в медицинские учреждения. В Уральске стартовал пятый международный автопробег в памяти о подвиге Маншук Маметова. И он начался у мемориального дома-музея Героя Советского Союза и завершится в Псковской области России. Там погибли похороненные легендарные герои Великой Отечественной войны, пулеметчица Маншук Маметова и снайпер Алия Молдогулова. Казахстанская делегация, в составе которой работники дома-музея, студенты и преподаватели почтут их память и отпразднуют День Победы в Невеле. Это не столько нужно для погибших, не столько нужно для нас участников войны, сколько нужно для молодежи, чтобы воспитывать на героизме Маншук Маметовой, на наших боевых действиях, воспитывать молодежь, патриотизм. Сегодняшняя экспедиция, она неординарная. Именно делегаты будут посещать места боев, будут находиться в полевых раскопках, то есть в лагере, который расположен в городе Пустошко, Невельского района. Сегодня, в 2018 году, находится лагерь поискового отряда «Гвоздика» из городов таких, как Хабаровск, Смоленск, Калуга. Пограничный флот Казахстана пополнится двумя судами на воздушной подушке. Первые опытные образцы поступят на службу уже летом этого года. Они позволят нести охрану госграницы круглогодично. Новые суда могут ходить по суше, воде и льду, а также развивать хорошую скорость. Строительство ведется на уральском заводе «Зенит». Мы можем на этих кораблях иметь десант и перевозить транспортные средства и людей для решения внезапно возникающих задач на море. В том числе для реагирования на возможные террористические проявления на Каспии. Пока таких не было. Сейчас это будут первые опытные образцы, и мы их, я думаю, будем активно эксплуатировать. И к новостям в мире. На греческом острове Лесбос проходят митинги против миграционной политики правительства. На этом фоне произошли столкновения с полицией. Сейчас на острове закрыты магазины. Кафе не работает большая часть госучреждений. Премьер-министр Греции Алексис Ципрос уже прибыл в регион для решения сложившейся ситуации. На Лесбосе расположены центры для нелегальных мигрантов, прибывающих из Турции. В лагерях беженцев, рассчитанных на 2500 человек, размещены почти 7 тысяч выходцев с Ближнего Востока. Наше правительство должно принять меры и отправить мигрантов в другое место. Каждый день прибывают автобусы, полностью заполненные людьми. Изначально нам обещали, что в регион прибудут не больше 2-3 тысяч людей. Сейчас это число намного больше. Иран не станет пересматривать или вносить поправки в совместный всеобъемлющий план действия или ядерную сделку. Об этом заявил министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф. Исламская республика и шестерка международных посредников России, США, Британия, Китай, Франция и Германия в июле 2015 достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Тогда был принят совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза. При этом в Тегеране заявили, что если штаты начнут исправлять тексты под себя, либо же выйдут из соглашения, Иран прекратит следовать каким-либо обязательствам. Мы не будем не привлекать внешних игроков к нашей безопасности, не пересматривать или вносить поправки в соглашения, которые мы уже добросовестно выполнили. Простыми словами, когда вы покупаете дом и перевозите вашу семью в него, или сносите его, чтобы построить небоскреб, вы не можете спустя два года вернуться и пересмотреть цену. Завтра в Астане пройдет уникальная выставка. На ней столичный коллекционер Хайрбек Рамазанов представит редкие значки, посвященные военной тематике. Всего в его коллекции 20 тысяч. На поиски некоторых из них у коллекционера ушло около 30 лет. Их ценность так велика, что однажды ему предлагали обменять коллекцию на автомобиль. Я коллекционирую монеты, значки, ордена с 1970 года. Часть экспонатов уже передал в музей. Те, что есть у меня сейчас, хочу тоже подарить музею. Это ведь история, ее должны знать наши дети. Итоговые выпуски смотрите всеми в 9 часов вечера. А у нас к этому часу все. До свидания.